Сегодня всё больше людей занимают активную жизненную позицию. Диалог между общественностью и властью становится современным трендом. Для этого руководство района создаёт информационные площадки в виде гражданских форумов, общественных советов и других организаций. Ежемесячно проходит семинар и встречи главы района Олега Хромова с жителями. Это не просто ответы на вопросы, это ещё и некое обучение жителей. Потому что грамотности, грамотности в каком плане? В политическом, в законном. То есть важно знать законы и важно знать, куда идти. В скором времени пройдёт семинар на тему меры социальной поддержки граждан. А в марте состоялся муниципальный форум «Управдом», в ходе которого обсуждались вопросы взаимодействия собственников жилых помещений с управляющими компаниями. По итогам форума была создана ассоциация советов председателей многоквартирных домов. Большую роль в жизни района занимает и общественная палата, которая стала связующим звеном между руководством муниципалитета и жителями. Еженедельно в помещении МФЦ проходят приёмы граждан, где члены общественной палаты – это юристы, психологи, медики, могут поговорить, объяснить, рассказать какие-то моменты. За последний год были проведены два гражданских форума. За тематическими круглыми столами представители администрации вели диалоги с инициативными группами. Наши жители в большинстве случаев не сидят в соцсетях. Они приходят именно на встречи, они общаются, они говорят. А вот в соцсети больше, конечно, это для молодёжи. По итогам первого гражданского форума был создан молодёжный совет при главе Ленинского района. Это организация, которая уже сегодня реализует множество проектов. Основная цель, которую я лично закладываю в этот проект, это всё-таки объединение молодёжных идей в реализации. То есть дать молодёжи тот шанс, чтобы они могли себя реализовать, свои идеи применить в жизни. То есть такой, как стартап. Одно из недавних мероприятий, организованных Молодёжным советом, стал Ленинский забег, посвящённый Дню космонавтики. Прошлым летом ребята с собственными силами провели День молодёжи, участвовали в подготовке площадок и подборе артистов. В марте прошёл молодёжный выездной форум по делу, по итогам работы которого в Видном, Горках Ленинских, Молокове и Развилке были созданы территориальные советы молодёжи. Формат прямого диалога с помощью тем более современных всяких различных коммуникаций, интернет, мессенджеров, электронных почт, сайтов, он позволяет напрямую донести высшестоящему руководству свои проблемы, пожелания, предложения. Поэтому я считаю, что открытая власть должна быть. И у нас я вижу, что она действительно открыта. Таким образом, вероятность того, что голос народа действительно будет услышан, повышается. А это именно то, что является одним из запросов современного гражданского общества. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.